МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карачаево-Черкесском исламском институте прошел конкурс среди студентов на знания наизусть священного Корана. Мероприятие приурочено к 30-летию вуза. Добрый вечер. На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. В России растет заболеваемость корью. Вспышка этого опасного вирусного заболевания зафиксирована в нескольких регионах. Больше всего случаев кори выявлено в Новосибирской, Самарской областях и Дагестане. Как рассказали в Роспотребнадзоре Карачаева-Черкесии, в нашей республике ситуация спокойная. Заболевших корью среди жителей и гостей нет. Однако в силу своего расположения и интенсивной миграции населения Карачаева-Черкесия относится к субъектам высокого риска. Как по завозу кори, так и ее распространению. Учитывая наличие групп риска среди детей и взрослых, не имеющих иммунитета кори. Единственным эффективным средством защиты является иммунизация. Не так много времени осталось до начала голосования жителей России за те или иные проекты благоустройства в их регионах. Республиканская столица, скорее всего, предложит горожанам на рассмотрение новый облик территории вокруг Малого пруда в парке «Зеленый остров». О прошлом и возможном будущем популярного в Черкесске места в репортаже корреспондента Артура Мхце. В былые времена эта территория Зеленого острова пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей города Черкеска. Люди приходили сюда целыми семьями, чтобы на природе, с пользой для души и тела провести свободное время. Но спустя годы этот участок вблизи Малого пруда оказался неухоженным и опасным для посетителей. В нашем случае даже не приходится сгущать краски. Убедиться в правдивости слов можно на собственном опыте. Достаточно воспользоваться единственным спуском в парк со стороны улицы Розы-Люксембург. Велика вероятность повредить на ступенях ноги или набить шишек о ствол упавшего дерева. Что уж говорить о тех, кому даже ровная дорога может преподнести неприятные сюрпризы. Татьяне, лежащие на земле небольшие помехи, служат ориентиром. И всё же куда лучше, если бы весь путь на Зеленый остров оставался беспроблемным. Для слабовидящих людей другой спуск в парк со стороны улицы Комсомольской очень далёк. Шаг другой, осязание знакомых камней, перил, а дальше ощущение пропасти под ногами. Вот здесь вот перилка получается. Вот мы его тростью нащупываем, и уже можно за него рукой схватиться. И вот так по перилам, по ступенькам. Но ведь сами ступени неудобные. Очень неудобные. Они разбитые, очень кривые. Вопрос об устройстве этой территории неоднократно поднимался на самых разных информационных площадках. Ещё в бытность работы портала «Активный горожанин» люди обращались в различные инстанции с просьбой благоустроить спуск. Региональный народный фронт по многочисленным просьбам жителей, в том числе представителей Всероссийского общества слепых, вновь напомнил о необходимости решения вопроса. Мы можем с вами вспомнить, когда мы отмечали прекрасный юбилей нашей Карачаева-Черкесии. Естественно, массовые мероприятия проходили опять-таки на Зелёном острове. И люди, дабы не стоять в пробке людской на основном выходе, многие пошли именно через этот фут. Освещения нет. Кто-то подвернул ногу, кто-то что-то. Просто люди друг друга поддерживали, для того, чтобы травм не было на этом пути. Сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии, и местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. Вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому я всех призываю активно участвовать. В соцсетях мэрии есть объявления об этом конкурсе, посты, подписываться и участвовать в мероприятиях и активностях, которые здесь проходят в рамках подготовки заявки. Окончательное решение о благоустройстве зависит от того, насколько сами горожане заинтересованы в преображении этой территории. Если люди окажутся инертными, значит их в нынешнем виде все устраивает. И опасные даже для здорового человека ступени, и свисающие на уровне головы ветки, и валяющийся в траве, плавающий в водоемах мусор. Изменить ситуацию в лучшую сторону помогут только активная гражданская позиция и желание сберечь этот оазис в черте города. Артур Махцелий Бастанов, Вести Карачао-Черкесия. Православные верующие отметили Светлое Христово Воскресение, Пасху. Жители республики с праздником поздравляет глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов. Светлое Христово Воскресение – это радостный и долгожданный праздник, олицетворяющий торжество жизни. Он несет людям счастье и надежду, пробуждает верующих стремление к духовному обогащению, наполняет сердца добротой и состраданием. В Карачао-Черкесии в мире и согласии живут представители разных национальностей, вероисповеданий и взглядов. Всем нам близки общечеловеческие ценности, которые лежат в основе традиционных религий. Милосердие, любовь к ближнему, взаимопомощь, уважение к старшим, к своим корням и родине. Вера всегда помогает следовать этим ценностям, делает нас сильнее и лучше. Православные верующие республики также поздравили друг друга с Пасхой. Накануне во всех храмах республики прошло праздничное богослужение. Священнослужители светили яйца, куличи, пироги. Алла Качиева подробнее. Пасха – это праздник победы над смертью и вечной жизни. Заканчивается строгий пост, который православные соблюдали 40 дней. Это праздник радости, это праздник надежды, это праздник знания. Не просто мы, знаете, предполагаем, что что-то вот такое. Мы точно знаем, что Господь открыл нам дорогу в вечную жизнь. Теперь все зависит от человека, от его намерений, от его совести, от его дел, от его поступков, от его веры и от всего-всего, что наполняет вообще нашу жизнь, так скажем, уже религиозную жизнь. И, конечно же, в этой религиозной жизни невозможно было, чтобы праздник Пасхи не наполнился своим, таким, скажем, земным содержанием. И вот из области земного содержания это такое, знаете, приветствие или пароль. Да, все говорят друг другу «Христос воскресе», а ответный пароль «воистину воскресе». К главному православному празднику верующие начинают готовиться за несколько дней, в дни строгого поста. Главное – успеть оригинально покрасить яйца и заняться выпечкой куличей. Готовимся к нему, пост держим перед этим, потом вот яички красим, пасочки эти, чтобы благополучие было в семье, детям, правнукам, здоровье, чтобы войны не было, самое главное. В субботу двор Покровского храма в Черкесске заполняется людьми. Верующие с пасхальными корзинами отправляются в церковь и ее освящать. Батюшка окропляет святой водой прихожан и принесенные ими символы праздника. Определенные пищевые продукты, которые используются при разгавлении, это, как всегда, крашеные яйца. Почему они такие? Есть целая история, она довольно обширная, но идея такова, что как цыпленок сидит в скорлупе и непонятно еще, что он жив, а он уже там жив, то так и Христос был в гробе. Еще непонятно было, воскреснет он или нет, но он там был живым. И поэтому вот это яйцо символизирует для нас вот это, ну, образно, образно воскресение Христова. Во всех храмах Карачева-Черкесии прошло праздничное богослужение. На воскресенье Христова у верующих принято посещать службу. В храм отправляются всей семьей в праздничной одежде. Это святое святых. Ждем эту Пасху, радуемся, что мы еще проживем, и все будет милей, согласен, хорошее будет все. Пасха – это любовь, мир, благополучие. И самое главное – мир в душе и мир везде. Пасха – это святой красивый праздник, праздник радости, праздник жизни над смертью. Любви. Да, чтобы праздник добра, чтобы все люди жили в добре, в мире, в согласии. И самое главное – здравие. А те испытания, которые Господь нам посылает, Он тоже очень много терпел. Мы должны терпеливо все принимать и побеждать, что ли. Все нужные обдения в церквях начинаются около 23 часов в субботу. Во время службы священнослужители совершают крестный ход. В храмах торжественно звонят колокола, звучит тропарь. Я хотел бы, конечно же, всем пожелать радости, которую Господь принес нам. Чтобы эта радость пришла в наше сердце, пришла в нашу жизнь, пришла в наши дома. И эта радость наполнила бы все, и настал бы мир. Чтобы мы ни с кем не ссорились, чтобы мы никого не хаяли, чтобы мы никого не осуждали, чтобы мы старались друг другу помогать. Вот пусть Господь нам в этом поможет. На Пасху принято подавать милость у ненуждающимся. Также верующие просят Бога о здравии, мире и благополучии. Алла Качива, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифа в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию образования вуза, прошел конкурс среди студентов на знания наизусть священного Корана. Состязание проходило по четырем номинациям. Знания 20 джузов, 5, 3 и 2. Джуз – это отрывок из 30 частей священного писания мусульман. Студент не просто должен знать наизусть джуз, но и должен читать, соблюдая все правила таджуида. В итоге победителями стали Исмаил Зайнуддинов, Исачон Каландаров, Ислам Датаев, Арслан Матакаев. Все победители были отмечены денежными призами и почетными грамотами, а участники – благодарственными письмами и пощерительными призами. – Отзыв нашего народа, нашего селения здесь, в Карасево-Ческисе, она внушает только радость и еще больше ободряет таким деянием. Поэтому я как причина здесь организовываю, а помогает именно наше уважаемое население. Очень много я тут видел приятных моментов, да, людей, вот, людей просто абсолютно, ты не обратился, они ничего, даже не знаешь этого человека. Они приходят с идеями, приходят с помощью и так далее. Поэтому еще больше радует, когда вот этот кусок земли, то есть это здание, здание, которое исходит с него знание, к этому зданию, очень чувствительно и бережно относится наше население. Еще раз хочу поблагодарить этих людей, которые вот так идут к нам на встречу и понимают важность этого дела. – Я участвовал в номинации трех джюзов, то есть три джюза – это 60 страниц из Курана, последние три джюза. – Как готовился, как обычно, как готовятся все обычные люди, то есть никакого особенного способа подготовки нету, нужно просто взять, перебороть свою лень и читать, читать, и проявлять усердие. И сегодня мы увидели, кто проявлял усердие, а кто халтури. Но также существует фактор волнения. Например, если я буду лучше знать, чем кто-либо, но он волнуется меньше меня, то я из-за своего волнения могу проиграть, уступить ему место. Поэтому тут важно не просто хорошо подготовиться, а также нужно перебороть свое волнение, понять, что это просто конкурс, свои учителя, свои студенты, никого незнакомого тут нет. Так что просто читаешь, как будто бы ты у себя дома один, и никаких проблем не будет. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите интервью главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения России по Карачаево-Черкесии, врача-акушер-гинеколога Фатимы Капушевой. С ней встретилась Галина Алиева. В России падает рождаемость. В первом полугодии 2022 года, по данным Росстата, она сократилась на 6,3%. В 2021 году родились немного более миллиона детей. Это меньший показатель за последние 10 лет. На эту ситуацию, безусловно, влияют и внешнеполитические, и всевозможные факторы внутри страны, в том числе здоровье подрастающего поколения. Здоровье несовершеннолетних сегодня – залог здорового поколения завтра. О проведении профилактического медицинского осмотра девочек до 18 лет в своем интервью рассказала врач-акушер-гинеколог несовершеннолетних, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по территории Карачаева-Черкесской республики Фатима Нарина Капышева. С чем связана необходимость проведения медицинского профилактического осмотра несовершенных девочек врачом-акушерным-гинекологом? Демографические показатели, которые у нас сейчас есть в стране, они не очень устраивают. Ту роль, которую отводили процедуру ЭКО, к сожалению, оно не оправдало себя. То есть таких показателей, как ожидалось увидеть, мы не видим. А репродуктивное здоровье и проблемы, которые ведут к бесплодию, они начинаются в подростковом периоде. Поэтому всецело на сегодняшний день направлены усилия и правительства нашего, и медицинского сообщества на то, чтобы сохранить, улучшить репродуктивное здоровье наших несовершеннолетних пациенток. Вот в связи с этим. Если говорить о возрасте, в каком возрасте должны осматриваться девочки? Плановые профилактические осмотры, они должны... Существуют определенные декретируемые возраста, они должны проводиться в 3 года, в 6 лет, в 13, в 15, в 16 и в 17 лет. Но никто не отменял посещение гинеколога вне этих осмотров, тогда, когда есть жалобы, или тогда, когда что-то смущает родителей, или на что жалуется дитё, если девочка жалуется. Никто вот этого всего не отменяет. Внеплановых визитов к гинекологу несовершеннолетних это не отменяет. Осмотр в кабинете врача-акушера-гинеколога взрослой девушки подразумевает один процесс. А как проходит профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних девочек? Кроме как осмотра, ничего не подразумевает. Если есть моменты, которые напрягают гинеколога, тогда берётся мазок. Но все наши осмотры до 14 лет ведутся в присутствии родителей. Непосредственно лечение на профосмотре не делается. Дальше идёт у нас первый этап профилактического осмотра, так называемый. Тогда, когда до обследования идёт. Под это отводится у нас 20 дней. Вот в течение тех 20 дней, если можно уточнить, определиться с диагнозом, и определиться с тактикой, то профилактический случай заканчивается. Если у нас случай сложный и невозможно в течение этих 20 дней уложиться, то продолжительность его составляет 45 дней от первого дня. То есть дополнительно ещё 25 дней даётся для того, чтобы уточнить, определиться и в дальнейшем определиться с тактикой ведения и вылечивания пациентки. Кто-то всё-таки отказывается от такого рода осмотра. И каковы последствия? У нас живёт достаточно осознанное сознательное население. Таких случаев у нас мало, действительно, это сама редкость. Но тогда, когда не есть, в общем-то, без согласия родителей или законных представителей, конечно, никто ничего не будет делать с вашим ребёнком. Тогда, когда идёт отказ от осмотра гинекологом, это не влечёт за собой никаких ограничений в дальнейшем посещении дошкольного образования, образовательного учреждения или школы. Это за собой не ведёт, но я бы хотела бы в данном случае особо обратиться к родителям и законным представителям, потому как представить дальнейшую тактику. Состояние женской репродуктивной системы очень зависимо от его состояния в детском и подростковом периоде. К сожалению, количество репродуктивных заболеваний, это гинекологические женские заболевания, к сожалению, растёт. Но не стоит лишать своего подопечного ребёнка, подопечного, такой возможности. Говоря о любых медицинских манипуляциях с несовершеннолетними, нужно понимать, что присутствие родителей или других законных представителей в этом случае необходимо. Федеральный закон 323 об охране здоровья граждан Российской Федерации говорит о том, что до 15 лет на профилактических осмотрах должны присутствовать родители. Особенно это касается, естественно, тогда, как это касается гинекологического осмотра. Скажем так, это не просто вопрос морали, психики ребёнка, это ещё выявление определённых вопросов, на которые может дать ответ исключительно или мама, или законный представитель. Это один момент. И второй момент. Во время профилактического осмотра у нас ведутся беседы о гигиене, о нормах женского цикла, о вопросах, которые могут возникнуть, чисто такие житейские и правильные вопросы, советы, которые могут дать родителям. Поэтому это оправдано с этой точки зрения. А начиная с 15 лет, информированное согласие подписывает уже сам ребёнок. До 15, 16 и 17 лет информированное согласие подписывает сам ребёнок. А до 14 лет, за 5 дней до профилактического осмотра, не менее чем за 5 дней до профилактического осмотра, информированное согласие получают от родителей или законных представителей. Следующий вопрос вытекает из предыдущего. Допустим, девочка несовершеннолетняя хочет прийти такой осмотр. Её представители закона, либо родители не хотят этого. Что делать в этом случае? Значит, согласно вот этому федеральному закону, у нас есть ряд, там есть в пункте 9 ограничения тогда, когда являются крайне критические заболевания, состояния и состояния, ведущие к распространению заболеваний. Ну, если по-другому сказать. Ну, вот, если это то состояние, то тогда мы должны постараться убедить законных представителей. Ну, а так, конечно, если есть желание, и в судебном порядке решаются такие вопросы, но я надеюсь, что в нашей республике таких прецедентов не будет. Что должны знать девочки несовершеннолетние о таком осмотре, и, естественно, их родители, или законные представители ребёнка? Осмотр в 3 года и в 6 лет, он, в общем-то, такой примитивный и спокойный, да? В 6 лет уже, конечно, дитё взрослеет, но, тем не менее, маме нужно заранее подготовить дитё. В 3 года, может быть, этого не требуется, но в 6 лет нужно заранее поговорить, подготовить, объяснить, с какой целью это делается, объяснить, что ничего болезненного нет, ничего опасного нет, это абсолютно спокойная процедура. А начиная вот в 13 лет, тут уже несколько осложнений, но вот заранее нужно провести психологическую беседу, нужно провести санитарно-гигиенические мероприятия, ну и, в принципе, этим и всё ограничивается. Там ничего болезненного, ничего опасного, ничего такого, чего бы стоило бы пугаться пациенткам, нет. Как правило, пациентки, у них такое некоторое состояние разочарования после того, как проходит осмотр, ну, в смысле, боялись, пугались. Это всё, да, это всё, вот та самая, что мы вот этого вот боялись, мы вот этого вот пугались. Вот так ставят вопрос наши пациентки. Патерина Анатольевна, ещё один очень актуальный вопрос – это вакцинация от вируса папиллома человека или вакцинация ВПЧ, как говорят медики. Вот что нужно знать девочкам-подросткам и их родителям, или их законным представителям об этой вакцине? На сегодняшний день чётко видна ассоциация рака шейки матки с вирусом папиллома человека. Она чётко ассоциирована, так сказать, да? И, значит, среди всей онкосферы, женской половой сферы, вот заболевание раком шейки матки, рак шейки матки, он является наиболее агрессивным, и наиболее высокие степени летального исхода он даёт. И вот в связи с этим весь мир был озабочен этой проблемой. И вот на сегодняшний день есть вакцинация от вируса папиллома человека. Он проводится и у нас в стране. Непосредственно сейчас у нас идёт обсуждение получения этих вакцин в нашу республику. Что он сама по себе процедура подразумевает? Эта вакцинация ведётся в возрасте от 9 до 17 лет по календарю прививок. И, значит, если разница между введением вакцины первого этапа и второго этапа составляет полгода. То есть если мы первую инъекцию сделали, ну, от сегодняшнего дня, если мы считаем, то вторую инъекцию нужно будет сделать через полгода, через 6 месяцев. Там существуют ещё и укороченные схемы, тогда, когда через 4 месяца ревакцинация идёт. Но вот классическая схема, она такая, да, она идёт по показаниям. Значит, если мы говорим о взрослом населении, то вакцинацию это можно проводить и взрослому населению, но до начала супружеской жизни, до манифеста половой жизни, как говорится. Но вот, учитывая особенности менталитета у нас в республике, то наиболее, наверное, актуально было и эти. В принципе, у нас в республике это практикуется, и девочки, скажем так, до вступления в супружескую жизнь, уже есть у нас девчонки, которые проводили эту вакцинацию и уже имеют и детей, и всё нормально с ними, да. Но вот непосредственно в календарь прививок вакцинация от 9 до 17 лет, оно будет вступать у нас вот в этом году, должно вступить. Зачтётся ли профилактический осмотр, если девочка или её законные представители принесут заключение об осмотре в другом медицинской организации? Если это учреждение имеет лицензию на проведение профилактических осмотров или по специальности педиатрия, и срок осмотра составляет не более трёх месяцев, да, конечно, это зачитывается. Срок предоставления, срок осмотра должен быть не более трёх месяцев для девочек 13, 15, 16, 17 лет, и не более одного месяца девочкам 3 и 6 лет. Допустим, при осмотре врач-акусоргинеколог выявляет симптомы какого-то заболевания. Имеет ли он право назначить лечение или тут какая-то другая присмотренная процедура? Значит, смотрите, при профилактических осмотрах, цель его как раз на то, чтобы отобрать вот этих девочек. Назначение, ведение, да, обследование, для того, чтобы уточнить все нюансы течения заболевания, вот здесь существует диспансерная группа и группы здоровья. Значит, дитё включается уже в диспансерную группу, и более тщательные и анализы, и назначения, и контролируется это назначение. А в большинстве случаев и влечивание ведётся уже в дальнейшем. При профилактическом осмотре назначения не делаются. Поговорим сейчас о, так сказать, просветительской работе. Вот можно ли беседовать, проводить санитарно-просветительные лекции и на какие темы с несовершеннолетними девочками, пришедшими на профилактический медицинский осмотр? У нас на сегодняшний день существует анкетирование. Она очень важная и очень значимая. Она непосредственно создана нашим главным специалистом по гинекологии несовершеннолетних всей нашей страны Уваровой и Ленитальной. И эта анкета реально очень значимая. Она анонимна, она раздаётся при профилактических осмотрах. Там дитё отвечает на вопросы. Значит, если существует определённый градиент, и если мы отвечаем, более салькита ответов положительных даётся, то рекомендуется обратиться к гинекологу. Иногда бывает, что девочки на профилактических осмотрах теряются, и бывает, что меня спросили, я это не сказала, то не сказала, или смущаются. Так вот, эта анкета очень большое значение имеет для самоанализа и в дальнейшем для введения информации непосредственно в семью. Когда она приносит эту анкету дома, и дома могут ответить. У меня есть на приёме дети, которые приходят с этими анкетами. В дальнейшем вот эта анкета, она будет выставляться у нас на телеграм-канале, который будет создаваться. Ссылка на этот телеграм-канал, я надеюсь, будет на сайте нашего учреждения. Детские специалисты в Карачаево-Черкесии тесно сотрудничают с ведущими клиниками и институтами акушерства и гинекологии в России. Проводят коллегиальные консультации в случае необходимости. Коллегиальность и консультативность в данных вопросах, в тех вопросах, в которых сомневаешься, в тех вопросах, в которых редко встречаются, это наиболее ценность среди коллег. У нас непосредственно прям, я бы сказала бы, очень доброжелательное, очень профессиональное отношение к пациентам и к нам, коллегам, непосредственно вот с Кулаковского центра в гинекологическое отделение подростковое, там, где есть, вот возглавляемая Елена Натальевна Уварова. У нас мы и обращались, и сталкивались, но тут только положительные эти. Все то, что возможно решить, как у нас в республике, а то, что невозможно решить в стенах наших учреждений, решаемо в Кулаковском центре на мировом уровне. Там есть уникальные разработки по определенным диагнозам, которые решают вопросы у девочек с подобными аномалиями. Здоровье девочки и подростка включает в себя множество разных аспектов. Вырабатывать привычки правильного питания и занятия спортом также важно, как и соблюдать хорошую гигиену. А еще необходимо с раннего возраста усвоить, что своевременная профилактика – залог вашего здоровья.